как распознать благодать божию ну начнем с того что вот прямо распознает на полочке разложить узнать все до конца конечно невозможно потому что бог это тайна бог до конца не может быть нами понят потому что он бесконечен а мы конечные он безграничен а мы граничные он святом и несвяты но все же все духовное все настоящее все божие движется живет дышит благодатью и божья благодать в той или мере присутствует в каждом человеке который стремится жить по совести который стремится жить по заповедям который ищет бога апостол говорит что каждому из нас дана благодать по мере дара христова каждому из нас дана благодать другое дело как мы развиваем ее начнем с того что благодать дана уже нам в кричении благодать некой силы божия которая помогает нам жить духовной жизнью но живем ли мы духовной жизнью всегда господь присутствует духом святым вместе с нами но цены ли ценим ли мы это пользуемся мы теми благами которые говорят на этом господь хотим ли мы стяжать божью благодать хотели бы жить со христом хотим ли мы иметь духа святого вот в чем вопрос как распознать когда господь посещает нас ну по плодам говорит господь их узнайте их и плоды благодати об этом мы можно прочитать в разных местах священного писания вот после павла много об этом говорится он говорит о том что там где благодать там и мир там благость любовь благотерпение вера кротость воздержание там где благодать там внутренняя свобода чувство полноты там сюда радость там где благодать там всегда желание богу угодить потому что проявление действия божьей благодати в человеке всегда в богу гождение то есть человек устремляется к тому кто его зовет человек устремляется к тому кто его любит человек устремляется туда где он чувствует божья любовь а душа стремится больше любви и чувствует это любовь как ну скажем цветок чувствует и стремится к солнцу поворачивает сюда помните подсолнух частности он поворачивается сюда к солнцу направлено солнце так и душа человека который имеет опыт благодатной жизни поворачивается к богу быть божьей благодати это великое счастье это блаженство к этому надо стремиться и напротив безблагодатное стояние это все что связано с грехом с удовлетворение наших страстей и с служением нашим идолам которые в нас стоят без угождением все это приводит к послушению к унынию к отсутствию любви к осуждению к раздражению чувство одиночества чувство такой растерянности брошенности покинуть непонятности какой-то в жизни это все безблагодатное состояние поэтому вот надо всегда распознавать божьей благодать по плодам потому в каком состоянии мы находимся быть внимательнее к своей душе если мы находимся без благодатном состоянии то этому состоянию верить не надо здесь ничего нет правильного ничего нет правильного и и не надо в этом копаться надо все таки подобно того подсолнуху повернуться к солнцу надо повернуться к богу надо покаяться перед богом надо попросить божьей помощи надо бога прославить надо все же иметь упование на его промысл все это делается казалось бы через силу мы можем себя именно так настраивать но стоит там настроить себя на это стоит нам повернуться к богу как тот самый посол не подсолнух поворачивается к солнцу так тут же то тепло божьей благодати то радость божьей благодати то полнота божьей благодати придет к нам и мы почувствуем себя наполненными радостными по-настоящему счастливыми ну конечно верующими прежде всего желающими угодить богу внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и